Всем, всем, всем Всем, 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 всем Дорогие друзья, спешу вас разочаровать, потому что история, прямо скажем, печальная Почему печальная? Я уверена, вы сами это поймете, поэтому не буду более отвлекать вашего внимания, а сразу перехожу к делу Итак Жил-был один король Был он всем слугом, господин Правда, слуга у него был один Добрый и верный, да к труду привычный Одним словом, слуга отличный И вот однажды И вперед, вперед Нас битва ждет И закрылись Сдавайся Враг Король Идет Ну что, не понимаешь, что он нам мешает? Ну, видимо, нет Давайте с второй части С выпадом Вот мы остались в выпаде Второй выпад, да? Так, да Теперь закрылись И сдавайся Враг То, что такое невозможно сосредоточиться Ну Похоже, вы знаете, это переходят все границы Какой невежа Что это с ним? Он в своем уме? Похоже, что нет То еще не хватало, что Решил все рассудка Смотрите, он рвет на голове волосы И носится, как угорел Теперь пол на колени Он смотрит на нас Какой безумный взгляд Так он поднялся и идет сюда Надо пособили двери Ну, мало ли что у него на уме В таком состоянии он может сделать что угодно Да, это точно Бежим К оружию Так, как? Стой-ка Вперед Так, стой, где стоишь Ваше личство мне сейчас не на игру Не двигайся, а то он будет тебя, знаешь что Крау, Марта Так, стой, стой, стой Мы сейчас тебя свяжем И вызовем лекаря Простите мне, моя верность Но я вам этого не позволю сделать Хо-хо-хо-хо И как же ты это сделаешь, а? Да куда? Это конец Теперь он вооружен Что будем делать, а? Так, у меня есть план Какой? Бежим! Бежим! Шансов на спасение нет А может быть хоть какой-то шанс Есть у маленьких Маленьких Нет, а у Марты нет А может не будем сгущать краски? Нет И с этим надо смириться Мамочки Мама Ваше величество Ваше величество Ура, Марта Ваше величество Что здесь происходит? Ваше величество Караул на помощь Что ты задумал, душегуб? Ваше величество Что с ними? Обморок Ваше величество Ваше величество Караул на помощь А где я? А где этот? Ужасный человек Так они живы! А я-то подумал! Что вы наделали? Он же безумец! Что они говорят? Я не знаю, ваша вещь Он же вел себя как безумный Рбал на голове волосы Он нас пугал Говорил, что все кончено Никаких шансов И такое лицо было Недоброе, недоброе Просто жуть, а не лицо А? Ну и чем ты это объяснишь? Кукурузный мотылёк Вот причина всех наших несчастей Миллионы гусениц Этого милого существа Сожрали Простите за грубое слово Весь урожай нашей кукурузы Какой ужас! Значит Это конец Это конец Нет никаких шансов Значит мы опять нищие? Ну, ваше величество Ну вы же очень умны И обязательно что-нибудь придумаете Да, да Остается надеяться только на это Надо потом уже затянуть пояса И всерьез заняться овощами Я хочу Ну, ваше величество Ваше величество Я вам так сочувствую Вот умеется настроение не испортить Простите, ваше величество Но ситуация действительно аховая Вы же видите Я тоже в печали И я Так, так, так Значит я Ко времени В каком смысле, ваше величество? Я вам Подниму настроение Я вам Расскажу Анекдот Вы даже Не представляете Какой он смешной Ну, слушайте Повар Спрашивает поваренка Ты съем торт? Поваренок отвечает Нет А повар спрашивает А еще Хочешь? Поваренок говорит Да А еще Хочешь? Ну, это же смешно Ну Тот говорит Да Ну Ну Простите, ваше величество Но у меня очень плохо С чувством юмора У меня У меня Тоже И у меня Да нет Нет Ну вы просто не расслышали Повар Спрашивает поваренка Ты съем торт? Поваренок говорит Нет Повар говорит А еще Хочешь? А поваренок отвечает Да Ну это же смешно Ну Он отвечает Да Господи, что простите Нам не надо заняться Огородом Ну подожди Подожди Ты же должен понять Фрау Марта Ваше величество Я обязательно Перескажу вам еще раз Я скоро вернусь Подожди Ты же должен понять Послушай Субтитры Нет сил Хочешь людям Приятное сделать Настроение поднять А они Ну почему Почему так Объясните мне Ваше величество Ваш анекдот Просто не ко времени Мы потеряли Мы потеряли Весь урожай Они разорены Вместе с кукурузом Мы нищие Ну и что тут расстраиваться Зато у меня в этом году Урожаев вдвое больше обычного Мы рады за вас Ваше величество Поверить Ну так что Половину я смело могу Отдать вам Что? Ну разумеется Мы же соседи Ну и к тому же друзья Ваше величество Вы нас спасли Ваше величество Мы ваши должники Как это было? Это надо отметить Чаю С салатушками И вареньем Да Только Убирать свою половину Врожая Будете сами Работа очень Тяжелая Ваше величество Не беспокойтесь Эта работа Будет нам в праздник Да Мы не сиди Не сидя Неси минуту Пожалуйста Присаживайтесь Еще варенье И оладьи Прошу вас Фрау Марта Спасибо Это просто Королевские оладьи Ну мы же с вами Короли А как вы думаете Сейчас удачный момент Для анекдота Вполне может быть Вы хотите рассказать? Очень Думаю Ваше величество Стоит попробовать Слушайте Повар спрашивает Поваренка Ты съел торт? Тот отвечает Нет Повар говорит А Хочешь еще? Поваренок говорит Да Так он же Да 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 Это же очень по-детски Смешно И умильно Простите Так он что сказал? Да? Да Вот именно И все Целый топ И еще Смеются Выходит Каждая шутка Как солдат Должна знать Свое место И свое время Отлом Вот такая история Дорогие мои И что тут скажешь? Уместная Своевременная шутка И настроение поднимает И развеселит Даже если она И не очень смешная И в то же время Самая удачная шутка Рассказанная Не к месту Или не вовремя Увы Не достигнет Такого результата Вы спросите А как же узнать Когда можно шутить А когда нет? Все очень просто Друзья мои Надо быть Внимательнее К людям Да-да А проявив Внимательность Я уверена Вы сами поймете Когда не до смеха А когда Как говорится Пришел По тихий час Вот так вот До новых встреч Дорогие друзья И храни вас всех Господь Редактор субтитров А.Семкин